Не простояли и месяца. На улице Воровского в районе торгового центра начали исчезать сигнальные столбы, которые установили там в середине сентября. Их поставили для того, чтобы водители не пересекали двойную сплошную. Получается, что кто-то таким образом пробивает себе короткую дорогу или обычное хулиганство. Но и среди тех столбов, что остались стоять на страже правил дорожного движения, уже заметны повреждения. Некоторые вот-вот упадут, хотя в ГИБДД уверяли, что ограждения прочные, так как сделаны они из металла. Неприглядный вид новых столбов заметили кировские водители. Они почернели от грязи. Несколько столбов покосились. Или их вовсе нет на месте. Исчезли столбы как раз в том месте, где чаще всего водители любили разворачиваться через сплошную линию. Судя по всему, теперь, когда ограждений нет, некоторые так и делают. Столбы буквально вырваны с мясом. Я видел, я насчитал пять столбиков, где граждане опять же пытаются их выдрать. То есть так просто при наезде он бы сломался. А здесь именно пытаются анкеры, которые крепятся, ну вот это устройство столбика к асфальту, они его пытаются вырвать для того, чтобы там проезжать в нарушении ПДД. Поэтому в следующем году рядом с этими столбиками мы подумаем такие мероприятия, чтобы их невозможно было нести с собой. Цена каждого столбика от двух до четырех тысяч рублей. Вырванные ограждения будут менять на новые. Напомним всего на установку сигнальных столбиков на Октябрьском проспекте и Воровского. Город потратил около трех миллионов рублей. Следующим испытанием для белых ограничителей станет зима, точнее уборка снега. В администрации обещают вычищать от снега каждый столбик вручную.